Уважаемые гости, сегодня у нас 25 августа, да? Последние абрикосы еще висят, я надеюсь вас угостить. Мало того, и что-нибудь, то что на деревьях, то что по деревьям они уже испорчены, это на косточке, а покушать поищем на деревьях, так? А для начала представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Константин Николаевич, Курганской области. Курганская область, а город? Курганск. Курганск. А Алексей Константинович сын, а тут даже. Так, а вы? Ольга. Жена и мама одновременно, взаимно. Так, теперь я, наверное, вам задам самый такой важный вопрос. Значит, что я видел, вы приехали почти на грузовике, так, как он называется? Газель. А? Газель. Газель. Вы проделали 2500 километров. Это порядка 50000 улетело на бензин. Я ничего не путаю? Чуть меньше. Ладно, 40. Так. Для этого надо иметь большие основания, чтобы ехать в такую даль, ночевать в походном стиле. Вот. И, наверное, я бы к чему подвел? Скажите, смысл такой тяжелый, я считаю, я бы вымытался бы за такую дорогу. Вот. Какой будет смысл вашего приезда? Если брать планы на будущее? Понимаете, я самородом с Украины, и я знаю вкус настоящих фруктов. А то, что продается сейчас, оно не называется фруктами, оно, вернее, называется фруктами, но не имеет, кроме общего вида, ничего общего с фруктом. Ни вкуса, ни запаха, ни аромата. А у меня 9 деток. Вот Сереженька один из моих деток. И я хочу, чтобы мои дети знали вкус настоящих фруктов. То есть все, что можно было по месту посадить, у меня больше 20 плодоносящих деревьев сейчас в моем саду дома. И яблоки, и груши, и вишни, и сливы. Но это не имеет ничего общего с тем, как должны выглядеть настоящие фрукты. А в вашем саду, Валерий Константинович, по вашим фильмам, по вашим книгам, мы поняли, что можно сделать так, чтобы у нас это тоже было. Чтобы мои дети видели не муляжи магазинские, а настоящие фрукты. Ну, замечал. И для того, чтобы поесть вот этих настоящих фруктов, нам нужно было ехать на Украину или хотя бы в Краснодарский край. Понятно. Так, сделаем вот здесь кусочек рая. Немножко опоздали вы неделю на 2-3. То, что здесь творилось, это неописуемо, это даже меня удивило. Вот, это не каждый год, но такой год можно запасаться, запасаться. И круглый год, и не один год есть соки, компоты, варенье, джемы. Попробую вас, если не удивить, ну хотя бы остатками угостить. Давайте так, если у вас впереди день, мы построим такой план, это очень важно. Первое. Короткий обход. Это участок номер 3. Так, вот этот, я вам покажу. Питомник на участке номер 2. Вот. 10-20 минутный обход под камеру, чтобы видели не только вы. Не все же могут приехать, и не все таки отчаянные. Вот. Потом вы занимаетесь саженцами, выкопаете, набьете автобибель саженцами. Вот. Понятно? Курганская область, это нормально. Это полтора градуса севернее, чем вы. А, зато полтора градуса теплее, чем у меня, если брать среднюю. Понятно? Ну, вопрос. Примерно близко вы посмотрели. У вас 53 градуса северная широта, у нас 54 градуса. Зато у меня, знаете как, с Атлантики идут тучи теплые, они проходят всю Европу. Сейчас, правда, все раз, все раз, а раньше это нормально было. Они проходят в Европу, частично влагу теряют и тепло теряют. С трудом перевалить через ваш этот самый Урал, а дальше холоднее, холоднее, выстывают. И хотя у меня южнее, но у меня холоднее по градусам. Вот. Поэтому все, что вы купите, это у вас, по крайней мере, не замерзнет. Последнее письмо. На вебинаре, может, видели его на последнем. У человека, ой, всего неделю 30 градусов, минус 30. Остальное время теплее. Это южный Сахалинск. То есть там всего неделю 30, остальное теплее. У меня абрикосы, не, не мои, но у него абрикосы вымерзли. И вот это мне всегда слух режет. Не вымерзли, а выпрели. Или были заранее уничтожены, собственно, руками. Ну, давайте, смотрите. Когда все закончится, когда полностью куплю продаж, закончится, приглашаю вас сюда обратно. Вот мы не добрали. Есть не надо? Или у вас своя, по-моему? Своя есть. Своя есть. Ладно. Значит, если похоже, берите эту. Далее, значит, абрикосы, все, что на дереве увидим, собирайте в качестве подарка. Хорошо? Детям. Почему? Потому что на дереве, по крайней мере, их можно еще довезти. Попробуйте. Конечно, это уже не роскошь. Вот. Но вот такие вот еще можно довезти. Вот такие вот. На Сашевом компьютере будет. Хорошо? Хорошо. Теперь короткий обход. Ну, и мои советы. Вот, смотрите, мужики. Ну, вы если заняты, ничего, Оля. Вот это вот предыдущему соседу, это мои деревья, которые я ему два продал, одно подарил. Теперь что получилось? Ему мешали ветки. И он одно отрезал, и дальше дерево начало погибать. Оно гибнет долго. С 15-го года я тут хозяинчиваю. Но оно продолжает гибнуть. Вот сколько сухих веток. Это говорит о том, что надо будет сразу решить вопрос. Никаких обрезок. Вот. Только при посадке. Вот вы увидите, когда вам сейчас продадут саженцы Андрея с Таней, они вам отрежут полкроны, и все, дальше вас не касается. Пойдем дальше. Сейчас, Сережа, прививками у нас занимается. Да. Смотрите. Низкоштабовая форма. Это яблони. Вот. Это висковская грушевка. Низкоштабовая. То есть, принято, приказано, и вся страна отрезает ветки до высоты 1 метр. Якобы так должен выглядеть саженец. А теперь представьте себе, что у меня не было бы этой ветки. Согласны? Глупость несусветная. Пойдем дальше. Будем искать для вас абрикосы. Вот эти роскошные абрикосы, они уже полностью, полностью, полностью. А мне бы хотелось, чтобы вы... Вот это абрикосы, самые скромные из моих. Я их посадил, эти деревья, в 15-м году косточками. Вот что вымахало, видите? Одно дерево выделилось. Давно все пустые. Одно выделилось. Это тоже на косточки. Но, обратите внимание, попробуйте. Может быть, все-таки на компоты пойдет. Если пойдет, то все, что с дерева, это ваше. Пробуйте. Кисловатые, но за неимением... Они сладкие. Сладкие? Вот еще одно. Да елки-палки, вы издеваетесь надо мной? У них даже горечи нет. И вы горите сладкие? У них нет ни гов. Все, уезжайте, вы не обманывайте. Уезжайте. У них легкая кислинка есть, наверное, что... Вот, ну, вот. У нас нет нисколько вообще. Просто по периметру косточки. Так, вот все, что вы видите на дереве, это ваше. Какие вкусные. Ну, знаете, ешь, он сладкий, а после вкуса... О, вот, наконец-то, правду сказали. Так, пойдемте, может, амур найдем, он тоже попозже. Значит, когда будете садить, сам принцип посадки. Видите, достаточно густо. Пройдет время, и те, которые отстали, они будут полностью задавлены вот этими мощными. Почему я так густо сажу? Есть принцип такой. Это и есть селекция. Не подходить, не поливать, не удобрять, не обрезать. Ничего не делать. А они сами решают, какие выживут, какие нет. Вот, смотрите. Когда вы посадите готовые саженцы, вы уже садите по схеме примерно так. Три на пять, например. Так. Вот, они готовые. А там, где будете косточки мои садить, там надо погуще. Принцип такой, лучшие из лучших останутся навсегда. А остальные потом рассадите. Сколько у вас земли, кстати? Ну, у нас 15 соток раз и 15-2. Ну, нормально. 30 соток, треть гектара можно жить. Вот, видите, что получается. Когда вот эти вырастут, вот они уже. Обогнали. Это. Видите, какие. Вон там уже 3,5 метра, 4. Обогнали. Вот эти будут задавлены. Вот, если когда-то дойдет до коммерции, вы приехали не зря, вы потратили большие, потратите большие деньги. Так? Когда дойдет до коммерции. Вот. Вы, некоторое время, еще у вас плотная посадка сможет существовать. Почему? Видите, один из абрикосов. Жаль, нет плодов уже. Я бы вас удивил, да? Вот. Но, вот эти черенки, вот, метровые, метровые, видите? Не палит ни разу. Ну, несмотря на засуху, не боятся засухи. Эти ветки будут отрезаны, кроме вот такого вот участка. Вот, понимаете? Вот так вот. Кроме такого, все будет отрезано, продано. И вам же, кстати. И годом спустя. Если мои семена у вас вырастут, за следующий год надо привать. Вот. А у вас там времени или свой маточный сад будет, вы же много возьмите санкс. Вот. Или у меня купите. Но я же говорю, не только для вас, для всех. Получается, да, посадки загущенные. Но удается сдерживать рост за счет вот этих обрезок. Представляете, как я их обскублю. Вот. Потом он еще дохнет. Ну, судьба такая. Сад, который называется селекционно-маточный. Но он живет 10-20 лет. Калечится. Смотрите, по принципу. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Здесь порядка 15 полноценных веток. Представляете, все это почти напрочь, кроме вот такого. Отрезать. Это же ужас. Да. Еще отрезать на начале зимы. Вот. Ой, угощайтесь. Ой, ой. Отрывайте все три. Отрывайте. Снимайте все три. Давай, давай, давай. Вот это. Вы заметили, а нет. Теряю квалификацию. Перед вами, перед вами. Венгерка. А представьте себе, что вот это 40 грамм. Вообще достигает 50-55. Это большая. Да. Это большая. К сожалению, единицы чудом нашли. Не то, что их поздно было. Вот. Получается так. Деревья тоже ни разу не политые. Результат вы видите. И посмотрите на эти приросты. Прекрасные мощные приросты. Видите? Вот. Здесь и более ветра. И вот еще саженец. Еще один, так? И вон сливка. Да ну где он? Вот она, вот она. А, вот она, вот она. Берите все ваше. Такое дали ехали. Да? Что получается? То же самое. Смотрите, какие просто. Ни разу не полито. Вот это вот сколько? Метр два? Метр тридцать, наверное? Вот это может и метр тридцать. А те, это двухметровые. Это два, да. Ну, метр восемьдесят. И тоже будет обрезано. Так. И так... Сколько саженцев будет из прививок, из вот такого? Я всего предлагаю... Ну, давайте. Учеба есть учеба. Смотрите сюда. Идемте отсюда удобнее. Со стороны солнца. Итак, взяли мы вот эту мощную ветку. Вот эту вот. Вот она. Здесь получается, она очень толстая. Я такие толстые проливать умею. Если научитесь, сотни раз, чик-чик-чик-чик, пока одним движением ножа, то вот это вот, самое ценное, вот почки спящие, две-три, уже пойдут полноценные, но надо оставить на развитие. Тогда, получается, я отрежу вот здесь. Да, наклоните. Ага, вот так. Я отрежу где-то вот здесь вот. То есть вот столько оставляем. Теперь выше этой почки я отрежу. Самое ценное, нижний, из этого огрызка. Ну, хотя, какой огрызок тут? Полтора с лишним метра. Да? Самый ценный. Потом вот этот. Еще один. А дальше тоже можно. Но качество хуже, и саженец будет все меньше и меньше. Вот. И если вы, допустим, будущие торговцы, то вы возьмете хотя бы 5-6 черенков с него. Если не надо столько, а, допустим, только для селекции. Еще раз повторяю, вот это самая ценная часть, нижняя вот эта вот. Вот вам короткий ответ. Пойдемте дальше. Ну, естественно, что вот эти вот обрезки, деревья становятся компактными, и еще несколько лет их можно использовать как маточные. Еще несколько лет. Посадка, смотрите, на холмы. Вот он, холм. Я не знаю, обычно, когда смотришь кино, плохо видно эти холмы. Вот. Здесь дерево никогда не выпривает. Так. Никогда. Вот эта палка, она была, до сих пор сохранилась. Вот, видите. Вот. Не обращать на него внимания. А вот это, обратите внимание, все-таки это роскошь, это дар небес. Он приехал, ой, что ступил. Он приехал ко мне с этого, с Европы, с Волги, да. Вот. Естественно, нормальные явления, это вот эти самые, то, что называется по-простому, живица, вот, а наука называет комедию и требует ее уничтожить. Причем, это повсеместно, это злоба комедии, как болезнь, невыносимая, страшная, смертельная, опасная, и главное, это ошибка, ее нельзя трогать. Дерево себя залечило. А дальше глупость. Берем, вырезаем, вот, и пошло-поехало. Калечим, фактически, дерево. И это на всех уровнях. Вот. Пойдемте дальше. У меня тут, получается, так, батарейка моргает, сколько сможем, столько снимем. Потом поставлю на зарядку, а вы будете на том участке заниматься саженцами. А я прилягу, у меня давление, а потом, потом, вот жалко, в этот год особый, вот вы показали пальцем на этой яблоке, да, год особый, даже зимние яблоки выглядят мелковатыми. Че смеетесь? Правда, это мелочь? Вот это вот. Выглядят мелковатыми. У нас такие самые крупные. Рано, рано падают, рано, потому что засуха их довела. Они не могут еще месяц-два. А принцип тот же, не поливать. Вот единственное, что я поливаю, это теплицу. Пойдемте. А, кстати, ура, я нашел для вас. Вот эти соберете, ладно? Ну, давайте еще. Я всегда прикалываюсь. Вот. Мы все-таки, сибиряки и уральцы, народ не избалованный. Вот это, знаете, как называется сорт? Просли его потом. Вот. Это сеянец амура. Она не привита. Вот. Мелочь. Но все-таки, в каждом саду должно быть. Давайте пробуйте. Потом соберете, да? Запомнили? Ну-ка. Тоже вкусное. Ну все, ладно. Приятно слышать. У нее потолще мякоть даже, несмотря на то, что плод меньше, а мякоть толще. Ага. Вот. Ну, с сувенира Востока угостить не могу. Они сильно твердый, камень. Попозже будут. Ну и, наконец, так как боргает зарядка, я хочу, хотя бы вас угостить не смогу, рано. Вот. Но я покажу, что у вас могут быть свои персики. Вы же видели мои фильмы. Мы сегодня не успеем. Я бы показал вместе с плодами. Пусть немного в этом году рожают. Но у меня у нее украинные персики плодоносит. Это железный факт. Вы видели в пенах моих. А теплица должна быть именно так. Смотрите. Внимание. Пойдемте. Ну, не все персики. Тут мы воевали за место. Женщины, они же им помидоры подавали. Вот. Никакой романтики. Смотрите. Вот они персики. Видели? Вот. Ой, а что-то... Сейчас. Ну, в общем, видно. Пойдемте дальше. Помидоры, помидоры. Вот. Это мои эксперименты. Называется прививка персика на абрикосы. Видите? Угу. Вот. Я хочу добиться чего? Теплица, это примерно как субтропики. Но у меня очень жесткий климат даже в теплице. Посмотрите, на все... Вот торец. Открыты все пять... Раз, два, три, четыре. Все пять форточек открыты. Видите? Продуваются насквозь. И даже зимой. Зимой, вот учитывая, вот смотрите внимательно, ничего не закрывается. Зимой здесь температура всего на три градуса, выше, чем температура окружающей среды. Если я там видел температуру 38 было, ну, днем, ночью-то бывало и за 40, вот, а днем 38 градусник висит, а здесь вот тут вот он висел, сэкономил, один разбили, вот, 35. Но уже персик держит. Угу. Вот. Как это получается? Смотрите. К сожалению, не могу вас еще угостить рано. вот они так, так выглядят, так. Теперь, значит, еще зеленые. Ага, еще зеленые. Как выглядит эксперимент, допустим. Мощный абрикос, потом верхняя часть будет срезана полностью, вот. Дан простор вот этому, две прививки персика, вот. Но мне нужно получить суперурожай, суперкрупные плоды и абрикоса, потому что чем климат прякся, тем они крупнее. Это замечено мной. Это заложено в генной памяти. Мороз, это не значит, что они это, меняют свои генетические свойства. Просто отбор происходит. Здесь я создал условия, вместо того, чтобы этот же персик, ой, абрикос, это же вот подвой абрикос. Если бы он был бы посажен где-то там на воле, допустим, он дал бы плоды, он же не привитые, это же сенец, допустим, 30 грамм. А здесь я жду 50-60, а может быть и 100. А примеры есть, вы же видели мои фильмы. У меня друзья-то, особенно в Европе, кстати, Урал это уже Европа ваша, почти. Вот, вы на границе. Смысл такой. И плюс, получится ли вегетативный гибрид. То есть, персик привит на абрикосе. Вот один, вот второй. Вот. И посмотрим, как будут меняться свойства и абрикоса, и персика. Интересно? Мне да. Вот. Ну, теперь так. Постепенно отвоевываем женщину. Видите, вот персик. Этой сенце ему всего пол, так, а нет, ему полтора года. Вот. Вот этому сенцу, вот этому вот, где он делся-то. А, вот он. Значит, видите, полтора года. Почему? Забываю поливать. Все сухо, дождей нет, плохо растет. Ладно. Моя промашка. Скажите, пожалуйста, а как вы укрываете снегом? Один раз, когда я только садил, садил, я, допустим, под каждой, ну, два-три ведра снега, и все. Он постепенно испаряется, тает, и больше я этого не делаю. На момент посадки, чтобы, так сказать, дождевой воды напился, не дождевой, а снеговой. Вот. Ну, в общем, посмотрели, еще разглядывали, начинает окрашиваться, крупные не будут, 50-60 грамм. Идем на волю. Приросты просто огромные. Годичные приросты очень большие, особенно косточкам. Ага, точно. Потому что у некоторых людей есть абрикосы, во-первых, урожайности толком нет. А во-вторых, ну, самый большой прирост, что я видел, ну, полметра, не более того. А здесь без полива до двух метров, сами видели. Да. и даже без дождей, угостить вас этим. Вот здесь косой был уничтожен косой, без закосы, видите, уничтожен вот все, что лежало под деревом. Но если потом найдете несколько яблочек, это колновидные яблоки, баргузин знаменитый. Да, но мы как раз сейчас уже заканчиваем. с вопросом нам все объясняют, все показывают. Вот. Так, здесь я, по-моему, уже снял сливы. Сливы, сливы. А, персиковая мичурина, хотите, покажу? Да. Это до сих пор величайшая, вот видите, сливки лежат, смотрите. Вот. На них не обращайте внимания. Вот. Смотрите сюда. Вот она, прямо на дереве. И вот, ой, сейчас только увидел, смотрите. Это персиковая мичурина, это чудо из чудес. У каждого дерева, у каждого сорта, который у меня, есть особая история, знаете, какая? Долго рассказывать, но 10 лет я ждал первого плодоношения, один плод. Долго рассказывать. Еще 10 лет дерево считалось погибшим, а потом чуть-чуть ожило, я перенес сюда, 10 лет я ждал второго плодоношения. 20 лет. И только, ну только тогда был один плод, сейчас два. Вот это и длинный путь селекции. Выжило, выжило. Считалось дерево мертвое, забытое. выжило. А я потом веточку перенес, вот, и смотрите, у меня уже два плодика, а дальше будет, сами догадывайтесь. Чудеса впереди. Здорово. Вот. Посмотрите на мои вишни, у меня их еще много, и скажите, может быть, они лучше ваших, тогда собирайте. Жалко, все птицам достается. А еще одна попытка, вот смотрите, слева венгерка, видите, вот она, привита на, вот, венгерка, венгерка, привита на абрикос. Смотрим сюда. Вот это, пока я не прошу не трогать, этим угощать не буду. Знаете почему? Раз, два, три. Первый вырожай. Значит, есть еще запись идет, ага, вы же знаете, что я отекнутый на чем? На межвидовых прививках, так же, как Мичурин. Мичурин это называется насыщение ментов. Значит, меня перепрыгнул Чернобаев, слышали эту фамилию от меня? Так. У него получились прививки на культурную, на культурный абрикос, на бай, у него преобразование получилось жуткое, у него синее, вот где-то в руках у вас сейчас только было, это самое, да, вот это вот синее, синее, венгерка, у него стала красоты, розовая и вкусная. А я еще пытал, где взял у тебя, у меня нету розовых, где взял у тебя, где взял у тебя, у меня, то есть. Ну, пришлось смириться, переделка произошла. Теперь, а он, Чернобаев меня переплюнул, а это не порядок, привык быть во всем пиром, я тогда взял и сделал прививку тоже на абрикос, но, правда, на манжурский абрикос. Тоже привел венгерку, вот, которая у вас в руках сейчас. И я ждал, хотя бы, если не розовое, то что-то похожее. Пока первое поколение, вот оно, смотрите, вот оно, видите, вот оно, и вот оно, вот оно. Красота. Красота. Буду ждать второго, третьего, сколько я жив буду, порозовеет или нет. Потому что, один пример скажет, ошибка была, а это же я сознательно делал. Здесь явно есть розовое, Валерий Константинович. Да, где вы видите. Вот оно, посмотрите, внизу синевата. Вот это вот, это же явно красное. А, ну-ка, давайте, а может, оно посинеет. Все, не будем, а, погодите, вон они, красавцы-то. Вы представляете, если бы не вы, я бы и так и не увидел бы. Вот это вот показать. Вот, я бы и не видел бы. Здорово, да? Что мы сейчас делаем? Мы людей увлекаем. Мы заваниваем их туда, где чистое волшебство. У вас, в Кургане, все это должно быть. И вы должны продолжать это дело. Уже вот эта веточка, да, допустим, вот, допустим, получилось так. Вот абрикосовая веточка, да, вот она, смотрите, да? После того, когда рядом, вот, видите, прям чуть ли не в упор привита рядом с ней, венгерка, она может уже иметь другие качества. Это уже вегетативное качество. И наоборот, венгерка, посмотрите, не спешит. Везде, в всех мы венгерке, уже от плодности, показывал, плоды уже лежат. А здесь-то нет. А что будет с этой веточкой? А что будет с этими плодами сикотчики взять? А мне 72 года. А я уже не знаю, это, считаю, уже не годы, сколько жить осталось, а месяцы. Так бывает. Вы понимаете, заманив вас фактически. Вы приехали за 2500 километров. Вы потратили 40 тысяч только на бензин. За 2650 получилось по счетчику. 2650, значит, получается еще больше. Так, ну, смотрим, запись почему-то не кончается, хотя давно моргает батарейки. Мне кажется, она уже... Вы поняли, чем я предлагаю заниматься. И второе направление это чистая коммерция. Быстро. Вы косточек на сколько купили у меня, вспоминаю? На 22 тысячи. На 22 тысячи. Значит, получается, там их много-много, наверное, какие-то скидки были. Наверное. Много косточек. Вы сами считали, я писала, вы сами считали. Да, много косточек, так. Ой, что-то синее. Ну-ка. Замазано. А, это замазано, я думал, плод синий. Так вот, значит, удачная посадка, удачная стратификация и сходу переходите на коммерческие рельсы. Первый этап. Большой, пусть густо, но сад должен быть маточный. Посмотрите. Вы поверите мне? Смотрите на небо. В 15-м году здесь было картофельное поле. В 15-м году. Я купил весной 15-го года. Смотрите туда. Вот если посмотреть, вот там уже здесь всегда плохо видно, когда показываешь в камере. Ну, третий этаж, согласны? Если брать дом кирпичный. Вон там. До подоконника дотянулись. Да, 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 до подоконника третьего этажа. Вот. И опять же без полива. В этом году на этом дереве был особый урожай. И это дерево я впервые раза два полил. до подоконника. До подоконника. До подоконника. Субтитры создавал DimaTorzok